Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудроворонцов. Я хочу сегодня поделиться с вами таким событием, которое меня порадовало, меня согрело таким теплом. Сегодня я просто общалась со своей сестрой. Мы редко с ней общаемся, к сожалению, живем друг от друга далеко, и вот эта суета, куча дел, которые нужно успеть сделать, и порой просто забываешь или не успеваешь уделить время, внимание своим близким. И вот сегодня какой-то такой день хороший, у меня хорошее настроение, и как раз мы созвонились с ней, поговорили, мы так давно с ней не общались, именно вот так, вот так душевно, вот так открыто, спокойно. И что я еще заметила, что когда я нахожусь в спокойном, в своем естественном состоянии, когда я не суючусь, не занята какими-то делами, то разговор у нас с ней по-другому строится, абсолютно по-другому. И то, что я заметила, это то, что когда находишься в уме, ну то есть живешь больше по уму своему, часто происходят ситуации не очень хорошо, разговор может не очень хорошо строиться, то есть когда находишься вот в этой суете. И ну как-то до чувств не всегда доходишь. И я хочу сказать, что это очень влияет на вот общение с людьми, на настрой какой-то, на настроение. И мои наблюдения, что нужно жить по чувствам и не от ума, потому что не ум должен нами управлять, а мы должны жить по своему истинному состоянию, по душе. Вот то, чего она хочет, вот так мы и должны жить. И вот когда опускаешься на уровень чувств, когда общаешься именно от чувств, вот вообще по-другому строится разговор, абсолютно. Даже те вещи, которые иногда у нас вызывал спор, то сейчас я говорю как бы ту же мысль, но она ее слышит нормально, у нее не вызывает это каких-то эмоций, таких отторжений или еще чего-то. И мне очень вдохновил этот сегодняшний разговор, наше общение. Мы действительно давно с ней не общались, и сегодня просто прекрасный день, который меня, вот это событие зарядило на целый день. Мое настроение поднялось, и внутри так тепло стало. Поэтому моя рекомендация, так сказать, или совет, находите время для своих близких, общайтесь с ними и почаще. Обязательно общайтесь от чувств, от сердца. Это очень важно для того, чтобы вы вас слышали, понимали, и вы точно также воспринимали человека с чувствами. Тогда всё как-то позитивно строится, и все ситуации можно разрешить спокойно, позитивно, с хорошим результатом для обеих сторон. Действительно, очень важно жить от чувств, не от ума. Ум нам тоже нужен, но чувства говорят правду, они выражают правду, и тогда налаживается такой контакт между людьми очень хороший, который помогает разрешить всё позитивно и не создавать себе каких-то стрессовых ситуаций, каких-то споров и так далее. Чувства. Чувства, чувства, ещё раз чувства. Живите от чувств, радуйтесь. Наслаждайтесь переживаниями, состоянием своим, тем, что вы чувствуете. Это прекрасно. Очень вам рекомендую жить от чувств. Если, конечно, вы живёте от ума, то моя рекомендация для вас – жить от чувств. А те, кто живут от чувств, они прекрасно понимают, о чём я говорю, насколько это важно, насколько это прекрасно – жить от чувств, чувствовать и наслаждаться жизнью. Поэтому моя рекомендация вам, я уже проговорила, живите от чувств. С вами была Татьяна, полная практика прощения с GreenMyLife и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы живём на яркой стороне. Ты знаешь, и я знаю, ты можешь это сделать. Начни это сделать прямо сейчас.